Девушки отдыхают Но стеной встали в створ ворот Анатолий Бодригинов и Пула и перекрыли направление удара. Динамо огрызнулось, но счет также открыть не смогло. Звездный голки Пертьяго, кстати, после матча с Динамо в рамках чемпионата, когда получил гол за Шиворот от Ромула, выводов, похоже, не сделал. А может быть и сделал, но себе решил не изменять и при каждом удобном случае подключался к атакам своих полевых партнеров. Не обходилось и здесь без ошибок, но обошлось без гола в пустые ворота. В общем, несмотря на все старания футболистов Москвы и Югорска, открыть счет в первые 25 минут встречи не удалось никому. Вторая половина матча была куда результативнее. Так на 30-й минуте Пеле взял игру на себя, совершил рейд в направлении ворот Попова и безукоризменно пробил. 1-0. На 38-й минуте, по сути, бесперспективная атака Динамо привела к автоголу. Герой 30-й минуты Пеле стал антигероем, забив нелепый мяч в свои ворота. Отчаянный прыжок Тиаго был бесполезным. 1-1. Естественно, футболисты «Газпром-югры» занервничали досадно пропускать такие голы. И, видимо, именно нервное напряжение заставило защитников и вратаря хозяев зевнуть проход и удар Серила с большого расстояния. Голкипер уровня Тиаго подобные мячи должен ловить с закрытыми глазами. Но, видимо, и день 17 марта был не днем Тиаго. Мяч юркнул под рукой 22-го номера хозяев и закатился в ворота. 1-2. Вполне естественно, что хозяева устроили штурм в ворот «Динамо». Как белка в колесе метался в створе ворот «Попов», но брал все мячи. Итог матча – победа «Динамо». Игра, как предполагалось, получилась тяжелая. ТТГ – хорошая команда. Поэтому в финал кубка по-другому и быть не могло. Как бы принципиальные соперники, принципиальная игра в финал. Я думаю, что первая игра получилась. Игра была равная, в принципе, с обилием голевых моментов. Не забили много моментов, свои не использовали шансы. Опять получили глупые голы своего рота. Уже третью игру мы пропускаем в конце матча. Но ничего, есть вторая игра, которая будет в Москве. Мы будем биться. Там еще ничего не потеряно. Дадим бой «Москве-Динамо». Сейчас в ответной встрече «Газпрому» и «Югре» необходимо будет выигрывать с преимуществом в два мяча, чтобы взять кубок. Ведь подобный шанс югорчанам, согласно статистике, предоставляется только раз в 15 лет. В самый тяжелый момент для нас, удача повернулась к нам лицом, команда соперника забилась в свои ворота, счет стал равным, соперник занервничал, и игра стала у нас больше получаться. Мы в очередной раз плохо реализовывали свои голевые моменты. И мы знаем, что в такой равной игре с такими трудными соперниками именно реализация играет важнейшую роль. Ответный матч состоится в Москве 22 марта. Смотрите прямую трансляцию на сайте Ассоциации мини-футбола России. Андрей Сиюткин, Югорск. Спортивный спектакль с закрученным сюжетом, горе проигравших, торжество триумфаторов, брызги шампанского, бразильский карнавал и, наконец, великолепный футбол. Тем, кому не довелось провести вечер 22 марта во дворце Спорта Крылатская, остается только завидовать и слушать рассказы тех, кто все это видел. В ответ на матчи финала Кубка России по мини-футболу московская «Динамо» принимала гостей из Югорска. В первой встрече москвичи одолели «Газпром» Югру со счетом 2-1, поэтому их устраивал даже ничейный результат. Поддержать команды в этот день собрались и высокопоставленные чиновники, и те, кто обычно находятся по другую сторону трибун, и 450 юных футболистов со всех уголков страны, приехавших в рамках программы «Мини-футбол в школу». Симпатии ребят были на стороне хозяев. «Динамо» выиграет. Каким счетом? 3-2. 3-2. Кто забьет три гола тогда? 4-2. Но похоже тот факт, что ребята не назвали среди авторов голов Фернандиньо, сыграл с форвардом злую шутку. Мяч после его ударов в ворота попадать отказывался. Тогда Фернандиньо взялся пасовать на тату, но это не принесло результата. Гости, не желавшие уступать ни на одном метре площадки, активно прессинговали. Сумасшедший настрой игроков «Газпром» Югры принес свои плоды. После розыгрыша углового Игорь Жданов забивает столь важный для гостевой встречи гол. 1-0. И интрига закручивается с новой силой. Страсти накаляются. Игра становится более жесткой. Сначала травму получает Алексей Петров. А спустя несколько минут самостоятельно уйти с паркета не может уже Александр Фукин. А Фернандиньо продолжает искать счастье у чужих ворот. Хозяева, перехватившие инициативу, не пускают югорцев в свою зону. Но для Робиньо это не проблема. И если кто-то скажет, что голкипер обязан брать удары середины площадки, то пускай попробует справиться с вот таким вот выстрелом бразильца. 2-0. И уже Динамо в роли догоняющего. Гости на достигнутом не останавливаются. И только удача позволяет динамовцам уйти на перерыв, уступая лишь в два мяча. На отбой. Именно так приходится играть «Газпрому» с первых минут. Выручать гостей берется голкипер Тиаго. И все же настойчивость Динамо вознаграждена. Тиаго Воротов вновь спас, но вот с добиванием Тату не справился. 2-1. Ничья по сумме двух встреч и все начинается сначала. Югорцы продолжают отчаянно отбиваться, сдают нервы у Тиаго, а натиск подопечных Тина Переса только растет. За шесть минут до финального свистка москвичам все-таки удается сломить сопротивление гостей. Сергей Коридзе, неведомым для футбола приемом, пытается прервать атаку своих ворот, за что Динамо зарабатывает штрафной. Ромула пробивает Тиаго. 2-2. Затем Павел Кобзер делает счет 3-2. А когда югорцы предпринимают попытку сравнять результат, своего все-таки добивается Фернандинио. 4-2. Беснование на скамейке Динамо, рев на трибунов и становится ясно. Москвичи победу не упустят. Но не таковы подопечные Мельтинио, чтобы сдаваться раньше финального свистка. Им удается заработать пенальти, и Лукоян пробивает Алексея Попова. 4-3. Робинио меняет в воротах Тиаго, идут последние секунды матча, и победную точку ставит никто иной, как голкипер Алексей Попов. Одноклубники виснут на нем, но он будто не чувствует тяжести. А спустя несколько минут, чуть расслабившись, он скажет. Я посвящаю победу и забитый гол Максиму, сыну своему, и жене Елене. Через несколько мгновений после финального свистка качают Тина Переса. Динамо – обладатель Кубка России. Я хочу поблагодарить также спортсменов за то старое неусердие, с которым они играли. И продолжаем сейчас, pensando уже на Компионат Русс. Во-первых, хотел бы поблагодарить публику, пришедшую на матч, было много болельщиков. Во-вторых, хотел бы поблагодарить команду соперника, потому что действительно очень храбро сражался на сегодняшний оппонент, и обе встречи были достаточно равными. Да, московскому «Динамо» вновь удалось завоевать Кубок России, но конкуренция в турнире достигла такого уровня, что остается с нетерпением ждать следующего розыгрыша. А пока переключить все свое внимание на чемпионат. Там, без сомнения, тоже будет жарко. Михаил Вальдфогель, специально для Ассоциации мини-футбола России. Смотрите трансляции матчей на сайте Ассоциации мини-футбола. Ассоциации мини-футбола России.